Смотрите, лесгиночку включил. Давай покажем. 2-3-4 капельки вот этого масла. А там кусочки вот этого ореха. Всем привет! У нас утро. Смотрите, какая у нас Ляночка недовольная. У нас еще кровати не убраны. Я попросила Ляночку, чтобы она расчесалась. Она не хочет. А знаете, почему Ляна не хочет расчесываться? Потому что у нее колтуны на волосах. Она ночью крутит волосы, да, Ляна? Давай покажем твои колтуны. Я их после мытья расчесываю. Оставляю в идеальном состоянии. На утро вот такая вот картина у нас. Колтуны просто невозможно расчесывать. Ляна кричит, не дает расчесываться. Я сказала, сама расчесывайся. Так, мы сейчас собираемся. Я сейчас пойду краситься, Ляна. А ты давай заканчивай, расчесывайся. Чтобы мама пришла, у тебя идеальные волосы были расчесаны. Хорошо? Хорошо. Я уже расчесалась. Покажи маме расчесалась она. Покажи сзади, покажи. Ну, более-менее. Но все равно, видите, вот здесь еще колтун остался. Ну, ничего. То, что было, конечно, это лучше намного. Если вы бы видели изначально в виде, как это было, это просто ужас. Поэтому я не показала вам. Так, сейчас, Ляночка, давай покажем. У тебя танцы, да, мои солнышки? Вау. Может, споешь песенку? Да. Давай. Только не громко. Молодец. А давай сейчас покажем твои зубчики, которые у тебя растут, Ляночка. У нас ЧП. Знаете, что произошло? У нас на молочных зубах растет второй ряд постоянных зубов снизу. Сейчас я вам покажу. Я сначала, когда увидела, я испугалась. Я не знала, как реагировать и думала, что это. А где молочные зубы впереди, у нас выклевываются постоянные. Ну, да, зубчики, да, у расчески. Давай покажем. Давай покажем, как у тебя зубки растут постоянные. Давай покажем. Вот, смотрите. У Ляночки растут постоянные зубки снизу. Второй ряд. Я позвонила уже нашему стоматологу детскому. Это Головина Анна Михайловна. Очень хороший врач-стоматолог. Я вообще не больно. Даже игрушки даю. Да, она всегда после лечения зубок, она дает какой-то сюрприз на выбор. Игрушечку какую-то. Так что мы на днях идем. Да, не больно. Вот все зубки лечила и удаляла она. Если она смотрит нас, ей привет передай. Привет, Леон. Вот, и мы на днях сейчас идем опять к ней, и она будет уже говорить, что нам делать с этими зубками. Мы же не будем оставлять вот так, да? Мы же не акулы с тобой. Да. Да, Леана? Это только у акулы бывает, да? Такие два ряда, даже три, наверное. Да. Ну все. Все, пойдем собираться. Да, всем пока-пока. В другом видео я вам покажу, какую я игрушку себе сегодня купила. Хорошо. Всем приветик. Кое-как собрала их. Это ужас. С волосами это кошмар. Колтуны невозможные. Тихи-тихи-тихи-тихи-тихи-тихи-тихи. Только такая прическа получилась. И то волосы невозможно полностью расчесать. Так, у Фатимки вообще она не дает расчесываться. Покажи, Фатима. Вот-вот-вот. Я вот покажу. Вот-вот. Вот так вот девочки собрались. Новую кофточку одела. Ляночка, а что ты с собой возьмешь? Я возьму вот такой слайм. Это слайм твой, да? Из шарика сделанный? Да. И еще один вот такой слайм. Кусочек слайма. Слайм у нас из шарика, да? Да. И я набрала вот такую заколочку. Ой, давай ее оденем. Оденем, да? Да. Давай оденем ее. Смотрите, одела я свои кроссовочки новые. Вот они. Вот она я. Вот так вот я оделась. Меня ждут уже внизу, как обычно, мои все. Сегодня одевались вообще с боем, с такими криками. Не знаю, что эти дети хотят, но чувствую я, что мы их сильно разбаловали. Дети начинают на ровном месте кричать, возмущаться. Не знаю, то, Фатим, мне нравятся колготки, которые я ей одела. Ляна более-менее уже успокоилась. Мансур вообще постоянно хочет у Расула быть на руках. Когда Расул, он вообще не любит, чтобы я к нему подходила. А Расулу надо одеваться, тоже свои какие-то дела сделать. В общем, мы с криками вот так вот выходим. Вот такие вот дела. Так, что у меня здесь за бардак? У меня, смотрите, браслетики. Не успела даже нормально браслетики, видите, завязать. Так, мое обручальное кольцо. Вы смотрите на указательном пальце. Оно у меня стало большое, очень большое. В общем, вот так вот я одета. Этой кофточке у меня уже два года. Мне она очень нравится. Покупала я ее в Заре с вышивкой натуральной. И вообще мне вот эта вот форма очень нравится. Укороченный такой модный свитерок. Все, девочки, пошла я вниз. Посмотрим, какой сюрприз меня ждет в машине. Сделала свою кожаную курточку. Все, я спускаюсь. Что, девочки, катаемся? Да. Все, давайте сейчас поехали уже. Ага. То есть сейчас мы не успеем, все закроется. Нам же надо вкусняшки купить. Наша папа сейчас один вузок покатает, и потом мы бытиком пойдем в Азанчик. Так, смотрите, вот по этой улице мы всегда едем за продуктами, едем в Мегу. Как она называется, Расул? Здесь вот такие вот дворцы. Она называется Рублевка. Не знаю, это правда или нет. Ну, Солнечная улица, да. Она Рублевка называется, потому что здесь дворцы такие красивые, выстроенные. Смотрите, вот Мансурчик не отходит от папы. Вот он за рулем с папой, видите. Вообще у меня не хочет на руках быть. Он хочет только в обществе папы быть. Вот такой вот у нас мальчик. Манщу, на меня посмотри, Манщу. Ой. Ага. А вот девочки, я им надела, видите, их курточки легкие, потому что сегодня плюсовая погода. Ирина, ты спать хочешь? Угу. Я думал, что так. Ага. Конечно, это неправильно, то, что ребенок за рулем, еще на водительском кресле. Ну, а что делать? Он очень кричит, истерит ребенок. Я не знаю. И Расул тоже решил его посадить с собой и ехать вот так вот. Не, мы по трассе не едем же. Просто здесь по местности. Сейчас это я передам. Сейчас буду искать девочкам для волос специальное средство, чтобы они легко расчесывались. Это вообще кошмар. Я не могу спокойно выйти из дома, расчесать волосы девочкам. За одну ночь у них вся вот эта вот часть головы в колтунах. Я не понимаю, почему это такое. Увлажнитель воздуха тоже купили. У нас не сухо в детской. Я думала, может, это из-за сухости. Но увлажнитель воздуха работает на минимальной скорости всю ночь. Влажность хорошая. А все равно путаются волосы. Сейчас буду искать средства. Может, оно поможет. Настроения нет. Утром проснулась. Горло заложенное. Он тоже спать не дал. Расул, расскажи, что он там ночью делал нам. Какие реверансы. Мансур крутился, крутился до пяти утра, короче говоря. Ой, видите, лесгиночку включил. Кто-то мы подъехали. Так вот, что я хотела сказать. Вообще, Мансур не дал нам спать. Мы вообще никакие приехали. Вот будем закупаться продуктами, как обычно. Продукты закончились, а кушать хочется всегда. Так что вот так вот. Вот наш мучитель. Вообще не спим. О, еще сигнал делаем. Ногами злопа. Да. Я не могу. Смотрите, какая у меня причесочка модная. Мне так удобненько. Все. Все, мы выходим. Ну все, сейчас будем вставать. И снова мы где? В Меге. Вот закупились. Смотрите, мы никакие. Сейчас уже одиннадцатый час. Смотрите, Мансурик что делает. Смотрите на него. Кокок, кокок. Мансурик что там наверху? Посмотри, что там наверху. Посмотрите на него. Он уже тоже спать хочет. Делай прическу. Он спать уже хочет, Мансурчик. Посмотрите, глазки черед. Ой, 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 ой. Мужа в куртках. Холодно. Холодно. Смотрите. Ляночка балуется. Ляночка балуется. А я сейчас дыхаю. Ну там грязненько. Вставай. Вот это уже не надо, Ля. Сидеть можно, а ложиться нет. Вот я на клеечке. Да, мы им купили, смотрите, наклеечки. Давай покажем. Давай. Вот такого чудика мы взяли. Наклеечки. Будем развиваться дома, да? Вот это на клеечке. Ага. Видите, сколько у нас тачек. Вот вся полная тачка. И вторая тачка тоже наша. Мы уставшие. Мазурчик на карусели. Опа. Вот так. Вот так. Вот так. Посла. Ой, уже и свет отключили. Все. Поехали домой. Я это все буду разбирать. Не знаю. Покажу я вам, что я купила. Посмотрим. Ой, Фатима оторваться не может. Ну все, Фатимка дома. Будем дома клеить, Фатима. Давай, пошли. А вспышки нет уже? Нет, естественно. Ты меня снимаешь, да? А. Все, мы едем домой. Пока-пока. Да, и пожалуйста. А кто поставит лайки, не ставит мне сердечек, подписывается на наш канал, там я поставлю лайки и сердечки. И если вы подписываете на мой канал, и поставьте мне очень много подписчиков и лайки, я вам тоже поставлю лайки и сердечки. Пока-пока. Вот мы приехали. Смотрите, какой бардак. Все вот так вот побросали девочки, разделись. Сейчас я буду все по местам разлаживать. Дети у меня стали там играться. Вы ничего не заметили? Смотрите, какие у меня волосы стали более живые. У меня же они были такие сухие. А сейчас стали прям такие живые, мягкие, покладистые волосы. Сейчас я вам покажу, чем я пользуюсь. Смотрите. Вот таким вот я маслом пользуюсь. Гарниер Фруктис, масло, эликсир преображения, несмываемый уход. Я просто добавляю в шампунь в отдельную мисочку где-то 3-4 капельки вот этого масла. И просто мою голову с этой смесью. Он для всех типов волос. Мгновенное преображение, питание, мягкость и блеск. Вот. У меня такое заметное преображение. Не знаю, мне нравится. Мне заметно, что мои волосы стали более живые, блестящие. Вот наши покупочки. Мы приехали. Вот Саша. Честно сказать, у меня даже сил нету. Это все вам показывать. Здесь очень много всего. Посмотрите. Еще девочки, книжки развивающие, наклейки. Вот это все забрали. Сырки забрали. В общем, еще много чего тут нет. Я хочу вам показать самое необычное. То, что я взяла. А так все базовое. То, что обычно я беру. А необычное, то, что я взяла, это сервелат греческий с грецким орехом. Я вообще люблю то, что связано с орешками. Так что взяла попробовать две штучки. Я уже не удержалась. Отрезала кусочек. Очень вкусное. Смотрите. Там кусочки вот этого ореха грецкого. Очень вкусная колбаса. Я не пожалела, что ее взяла две штучки. Там действительно чувствуются грецкие орешки. Вот две взяла. Еще я взяла говяжий сосиски. Смотрите, сколько здесь. Как раз для нашей семьи. Вот это вот я взяла на 300 рублей. А так без акции, наверное, 400-450 вышло бы. Вот это вот замороженное у нас потекло, пока мы доехали. Смотрите, взяла я креветки. Креветки взяла здесь на 300 рублей. Обожаю креветки. Буду жарить их. Покажу я, как я их жарю. Очень вкусно получается. Взяла скумбрию. Рыбку на 233 рубля. Две штучки. Хочу запечь ее в духовке. Взяла свою морскую капусту. Взяла филе селедки. Вот так сейчас вам чек тоже покажу. Там детям взяла барни, йогурты разные. Сыр плавленый. Мы очень любим вот этот. Он очень вкусный. Вот прям как в детстве янтарный сыр. Вот эту сметану попробовать взяла белый медведь. Она стоила 250, по-моему. Тоже не дешевая сметана. Попробую 20%-ная. Много риса взяла. Огромный пакет взяла сахара. Там где-то, наверное, 3-4 килограмма муку взяла. У нас сахар вообще улетает. Поэтому взяла большой пакет сахара. Так, яички. Вот такие вот лимончики. Такой аромат идет от этих лимончиков. Очень вкусные лимоны. Тонкая кожица такая. Они бывают только вот к зимнему периоду. Так, там у меня грибочки тоже, конфетки, макарошки, соки. В общем, все-все-все. Так что сейчас я покажу вам чек. Вот, чек на 5806 рублей. Хорошо, здесь рисуй тогда. Смотрите, взяла вот такую формочку тоже. Новогоднюю формочку взяла для кекса. Ну, смотрите, что сделали дети. Все помяли эту форму. Наверное, кривой кекс получится. Продолжение следует... Продолжение следует...